Звуки российского и ингушского гимна воспевают сегодня дружно дети, которые, несмотря на свой возраст, ощущают всю торжественность и величие момента. А вот для Мухаммада Али Аздоева роль ведущего на мероприятии как показатель для младшеклассников. Этот образ он давно на себя примерил и на то и свои обстоятельства. Мне больше нравятся такие мероприятия, чем то, что нам рассказывают на классном часу, потому что здесь более красочно и ярко нам рассказывают о данной теме мероприятия. Зритель проникает в эту роль и у него проявляется свой патриотизм именно на этой теме 250-летия ингушей в составе России. К слову, здесь и социальная дистанция, и все меры защиты соблюдены. Ну а стихи, танцы и песни – это слова преданности и благодарности тем, чей выбор определил их будущее на века вперед. Вот Россия и Россия, в этом слове источник силы. Ингуши первые из северокавказских народов официально присоединились к российскому государству. Это событие, пожалуй, и определило дальнейшую судьбу нашей республики. С тех пор в жизни ингушского народа началась новая эра. Никем не покоренные, они добровольно обрели новую семью. Как эти башни, наши деды, наши предки были рядом с Россией всегда. И как сказал Владимир Владимирович Путин, защищая свою маленькую родину, мы защищаем свою большую страну. Я нискоречко не стомневаюсь с том, дорогие мои дети, что вы будете продолжать, продолжать поступки, геройские поступки, вести себя так же достойно, как и наши предки. Потому что у нас это, у ингушского народа, на детном уровне, защищать свою родину. Это мероприятие – лишний повод напомнить себе и другим, какие цели и планы должны ставить перед собой жители нашей малой родины, чтобы открывать и покорять новые горизонты для родной Ингушетии. Цель данного мероприятия – расширение и углубление знаний об истории родного края, развитие чувства патриотизма, знания истории родного края и России. Многие дети еще не понимают, насколько важное решение было принято их предками в далеком 1770 году. Однако у каждого свое представление по этому поводу. Для меня ингушетция в России – это ходить в школу, получать хорошие оценки, дружить с разными родами, путешествовать. Это значит, что моя семья, все остальные люди – это моя родина. Те люди, кого я не знаю, например, вас, кого-то еще – это для меня одна семья. Хочу очень много увидеть, чтобы там, например, пойти в несколько музеев, в парки аттракционов, в аквапарках. Ингуши живут не нарушая клятву преданности, данную предками. Здесь снова вспоминает многовековую историю народа со своими героями и традициями. А у каждого ученика есть возможность учиться и развиваться в собственной республике. Ингушетия моя, ахай, да хаир, да хаир, да хаир, да хаир, да хаир. Историки говорят, приняв судьбоносное решение, ингуши не раз оправдали все прописанное ими в историческом документе. Сегодня ингушетия в составе России – это мощная надежда и опора, дружба народов и, самое главное, чистое и голубое небо. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.